Полгода условно и 10 тысяч рублей в виде компенсации морального вреда. Такой приговор вынесен 17-летнему юноше, мировым судом Самарского района. В январе двое одноклассников повздорили на перемене из-за этого рисунка. Один его рисовал, другому абстрактное творчество не понравилось. В результате Максим Антонов, со сломанной в двух местах челюстью, попал в больницу. Больно было, когда операция, ну после операции, вот несколько дней. Я ходил без шины, то есть у меня челюсть болталась. Я челюсть назад затыгал и наверх, и держал ее. Сегодня Максим чувствует себя нормально. Правда, от операции остались шрамы и иногда беспокоят боли в скулах. Но родители Максима решили довести дело до суда. Наказанием обидчика своего сына мама удовлетворена, но будет требовать и компенсации всех расходов. У него адвокат бесплатный, у меня за деньги. И меня еще впереди ждет лечение. Так что это еще не все. Мне кажется, этой ситуации вообще можно было избежать или как-то ее смикшировать, если со стороны руководства школы и педагогов было бы проявлено больше терпения и понимания, и в угловую угла было поставлено нежелание защитить тесть школы и сказать, что у нас это недопустимо. Кстати, оба участника драки и их одноклассница Ульяна Горбачева, которая вместо учителей первой помогла Максиму, намерена оставить 15-ю школу. Их родители рассказывают про косые взгляды со всех сторон и боятся, что детям не дадут нормально сдать экзамены.